Hi everyone! Каждый из нас учит английский язык для того, чтобы на нём общаться. Умение задавать вопросы – это одно из ключевых умений эффективной коммуникации. Сегодня я хочу сфокусировать ваше внимание на том, как правильно строить вопросы с точки зрения грамматики. Сегодня разберём с вами основные правила. Самое важное, что нужно запомнить. В английском языке фиксированный порядок слов. Фиксированный порядок слов означает, что вы не можете свободно менять местами слова в предложении. У каждого слова есть своё место, и оно должно на нём стоять. Каков же порядок слов в вопросе? На первом месте стоит вопросительное слово. Оно может там быть, а может и не быть, в зависимости от того, нужно оно вам или нет. Затем мы ставим помощник. Помощник – это вспомогательный глагол. После него идёт подлежащее. После подлежащего – основное действие, то есть основной глагол в предложении. И затем всё остальное, что вам необходимо. Пример. Куда ты ездил в отпуск? Where – это вопросительное слово. Did – помощник. You – подлежащее. Go – основной глагол. On holiday. Всё остальное. Давайте ещё разочек остановимся на каждом из компонентов нашего вопроса. Where – вопросительное слово. Может стоять в предложении, а может не стоять. В зависимости от того, нужно оно вам по смыслу или нет. На месте where может оказаться любое другое вопросительное слово. When, what, how и так далее. Did – помощник. Помощник тоже может быть любой. Помощник зависит от времени, в котором вы задаёте вопрос. Did – будет для прошедшего, для настоящего, например, будет do или does. Также может быть have, has и так далее. Далее. Подлежащее. В нашем предложении это you – ты. Подлежащее может выражено любым местоимением. He, she, he, they, we и так далее. Или каким-то существительным. My friends, my mom, John – это может быть имя именительное и так далее. Основной глагол в нашем предложении – to go. Основной глагол отличается из вспомогательного тем, что в нём заключён смысл. И этот смысл обозначает какое-то действие. Go, swim, take, have и так далее. В зависимости от смысла вашего вопроса. И затем всё остальное – это все остальные слова, которые вам нужны для того, чтобы закончить вашу мысль и сделать ваш вопрос понятным собеседником. Where did you go on holiday? Рассмотрим ещё пару примеров. What do you like doing in summer? What – вопросительное слово, do – помощник, you – подлежащее, like – основной глагол, doing in summer, всё остальное, что вам нужно, чтобы завершить вопрос. Have you played rugby? Have – помощник, you – подлежащее, played – основной глагол, rugby, всё остальное. Обратите внимание, что в этом вопросе нет вопросительного слова. Этот вопрос сразу начинается с помощника. Такие вопросы без вопросительного слова обычно нужны для того, чтобы узнать конкретный ответ – да или нет. Have you played rugby? Yes, I have. No, I haven't. Внимание! Эта схема вопроса, которую я вам привела, она действует для всех времён в английском языке. Она универсальна. К примеру, давайте возьмём три вопроса в трёх основных временах – present simple, past simple, future simple – и посмотрим, чем они будут друг от друга отличаться. Present simple – where do you live? Где ты живёшь? Past simple – where did you live? Где ты жил? Future simple – where will you live? Где ты будешь жить? Как видите, построение вопросов во всех трёх временах абсолютно одинаковое. Отличаются они только помощниками. Do – для настоящего, did – для прошлого, will – для будущего. Теперь, зная, как мы формируем вопрос, давайте попробуем понять, чем он отличается от обычного утвердительного предложения. Возьмём пример. I work in an office – я работаю в офисе. И с теми же самыми данными, с теми же самыми словами зададим вопрос. Do you work in an office – работаешь ли ты в офисе? На первом месте в утверждении стоит человек, подлежащий – I. На втором месте стоит глагол – действие – work. Помощника нет, потому как в данном случае во времени present simple нам в утверждении помощник не нужен. В вопросе на первом месте стоит do. Do – это помощник, он появился в предложении, потому что любое. Вопрос начинается с помощника по нашей схеме, да? Затем на втором месте you – это подлежащая, ты work – на третьем месте работаешь. То есть, по большому счёту, вопрос отличается от утверждения тем, что в вопросе всегда до человека, до подлежащего стоит вспомогательный глагол. В нашем случае это do. Проверим это на других примерах. Does she like football? She – это подлежащая, does – это как раз-таки вспомогательный глагол, стоит до подлежащего. Have you seen this film? You – это подлежащий, have – вспомогательный глагол, снова стоит перед подлежащим. When will you come? You – это подлежащая, will – вспомогательный глагол, стоит до подлежащего. Но здесь нам ещё нужен попросительное слово, поэтому оно стоит на самом-самом первом месте, ещё даже до вспомогательного глагола. Теперь давайте потренируемся. Я буду давать вам пример утверждения, а вы делайте из этого утверждения вопрос. То есть ставьте утверждения в вопросительную форму. Не забывайте о том, что для того, чтобы это у вас получилось, нужно вспомогательный глагол поставить перед подлежащим. Например, he has lost his keys, он потерял ключи. Это present perfect, помощник в данном случае, это вспомогательный глагол has, мы его будем выносить вперёд в вопрос. Has he lost his keys? Получился вопрос. Теперь вы пробуйте самостоятельно. They have a cat. Секундочку подумайте, я вам скажу правильный ответ. Это present simple, present simple нам помогает помощник do, поэтому вопрос будет выглядеть следующим образом. Do you have a cat? Следующий пример. I'm doing yoga. Это present continuous, здесь помощником является am, но так как задавать вопрос себе это странно, зададим мы с местоимением you, а you будет дружить с помощником are. Are you doing yoga? И последний пример. John went to the cinema. Это possible, прошедшее время. Нам нужно помощник did поставить, но не забывайте, что если did появляется в предложении, то тогда основной глагол возвращается в свою первую форму. Получается вопрос. Did John go to the cinema? Well done. Теперь чуть посложнее. Я буду также давать вам пример утверждения, но ваша задача будет другая. Вам нужно будет задать вопрос к подчеркнутой части предложения. Для этого вам понадобятся вопросительные слова. When, where, what time and so on. Попробуйте выбрать правильное вопросительное слово, поставить его в правильное место в предложении и сформировать вопрос. Например. She gets up at seven o'clock. Подчеркнуто. At seven o'clock. Значит, мне нужно спросить, в какое время она встает. В какое время вопросительное слово what time. Сразу после вопросительного слова я ставлю помощник. Это у меня present simple, значит, будет помощник does. What time does she get up? Так выглядит правильный вопрос. Теперь ваша очередь. Он посмотрел этот фильм. Секундочку, подумайте. Нужно задать вопрос к this film. Правильный ответ. What did he watch? Что он посмотрел? Следующий. They live in Moscow. Задаем вопрос к in Moscow. Where do they live? Нам нужен помощник do, потому что они живут там обычно. Это время present simple. И последний пример. Our train lives at eight. Подчеркнуто. At eight задаем вопрос именно к этой части предложения. What time does our train leave? Тоже present simple. Train – третье лицо, поэтому нам нужен помощник does. Итак, подводя итог всему тому, что мы вспомнили с вами сегодня, запоминаем основные моменты, которые помогут вам грамотно задавать вопросы. В английском фиксированный порядок слов. У каждого слова свое собственное место. Two. Вопрос отличается от обычного утверждения тем, что вспомогательный глагол, помощник, стоит до подлежащего. Three. В некоторых вопросах нам нужно вопросительное слово. Оно ставится в самом начале до глагола помощника. Four. Формула вопроса в любом времени имеет следующий вид. Вопросительное слово или нет, помощник, человек, действие и все остальное, что вам нужно для того, чтобы завершить ваш вопрос. Ну что, теперь вы встали на шаг ближе к свободному общению. Помните, что грамотные вопросы – это важно, это ключ к общению с любым человеком. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, посмотрите и другие на этом канале. В продолжении темы предлагаю вам посмотреть видео про глаголы помощники. Оно поможет вам разложить по полочкам все то, что недоразложилось после просмотра этого видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Have a good, productive day! See you and bye!